When we want to love, we love Эналогия на лучшем радио. Все, что вам было нужно и должно знать о вине. Наш любимый винный эксперт Анна Лапит. Анна, здрасте вам. Здравствуйте, добрый день. Действительно, без вина, в общем, никуда. И сегодня у нас две темы, я надеюсь, интересные. Во-первых, для любителей вина, а также желаю познакомиться с израильской винной индустрией. 14 и 15 февраля в Гейхала Тарбут Телавис пройдет ежегодная выставка под названием Сомелье. Я об этой выставке рассказываю каждый год, потому что она является, в общем, одной из самых важных мероприятий для израильской винной отрасли. С 11 утра до 6 вечера выставка открыта для посетителей, для которых вино и алкоголь – это работа. А с 6 вечера любители тоже могут посетить выставку, купить билеты. В общем, в течение двух дней около 200, больше 200 израильских виноделин и импортеров будут наливать вина для дегустации, проводить мастер-классы, много разговоров, деловых переговоров. Там же нередко заключаются и сделки. Выставка Сомелье проводится уже, как мне кажется, лет 15 в студии Бен Ами, которая ответственна также за внутриизраильский конкурс «Школа ЗАА» «Золотая груз». И я также регулярно раз в год рассказываю о результатах этого конкурса, успехах виноделия на этом конкурсе. И также конкурс, который всегда проводится за месяц до Песаха и называется «Бест Вэлью», это тоже работа студии Бен Ами. Там, на этом конкурсе «Бест Вэлью» определяются вина лучшие в своей ценовой категории, и результаты, разумеется, влияют на продажи вин в канун праздника. Но это потом. А пока готовимся к выставке Сомелье. Можете найти страницу Сомелье в Фейсбуке, приобрести билеты там, пока есть скидка для предварительной продажи. Это такая эксклюзивная прям информация, дорогие друзья, для тех, кто является любителем вино, а может быть даже и профессиональным любителем, если можно такой парадокс применить, то вот, да, пожалуйста, приходите на выставку Сомелье. Это прямая рекомендация нашего винного эксперта. Анна, ну вот скажите, давайте еще про одну тему поговорим. У меня сегодня в программе тема вирусы-антивирусы, да? Значит, есть еще такая вещь, как мы услышали, да, про суши и антисуши, да, и долго не могли разобраться, что же такое антисуши. А вот если говорить в контексте вина, я бы хотел, поскольку еще зима не закончилась, еще январь, и мы все помним, что глинтвейн, наверное, да, это самый такой зимний, самый согревающий напиток. Так вот, можно ли его отнести к антивину? Или это все-таки тоже вино? И вообще про глинтвейн давайте все-таки добьем вот эту вот зимнюю нашу тему. У меня сначала вопрос про антисуши. Я бы сказала, что антисуши – это, наверное, сашими. Нет, я ошибаюсь? Я тоже, честно говоря, не сильный знаток в сушах, вот. Но антисуши, наверное, это, я не знаю, все то, что не роллы. Лично для меня. Понятно. Является ли глинтвейн антивином? Я не думаю, не соглашусь с этим утверждением. Это, безусловно, горячее вино. И, смотрите, оно может являться антивином только в одном случае, если вы сделаете его неправильно. И сейчас я объясню, почему. На самом деле трудно, хотя, наверное, можно, найти что-то, что принесет больше удовольствия холодными зимними вечерами. Хотя в этом году зима у нас достаточно теплая. Но, тем не менее, глинтвейн или, я также его называю, горячая сангрия – это очень нарядный напиток. Он очень подойдет и к праздничному столу, и развеселит, и согреет. Главное в глинтвейне – это, конечно же, красное сухое вино. И оно должно быть хорошим. То есть тем, которое вы пьете с удовольствием. Желательно выбирать вино молодое, тело среднее или легкое. То есть без слишком выбирающих вкусов или ароматов. Алексей, я помню вопрос. Я обязательно расскажу, в каком случае глинтвейн будет антивином. Хорошо? Да, конечно. Это очень интересно. Я его запомнила. Вот. Но пока к самой рецептуре глинтвейна и вообще самой идее горячего вина, его в немецкоговорящих странах называют blue wine. А вы изготавливаете по рецептам, по общим, или у вас есть какой-то свой секретный? Ну вот я собралась как раз делиться рецептом и секретом. Ага. О, все, слушаем внимательно. Потому что, знаете, глинтвейн для меня лично – это, я прошу прощения, да, просто недавно, совсем недавно был в Венгрии, в Будапеште, и там вот на этой рождественской ярмарке, ну, понимаете, да, конечно, аромат глинтвейна перебивает все, что там продается. Но мне почему-то не понравилось то, что я там взял. Это вызвало, я прошу прощения, если кому-то сейчас будет неприятно, это вызвало у меня изжогу этот глинтвейн. Но тогда мне и подумалось, блин, неужели же люди до сих пор не знают самого там, не знаю, рецепта самого вкусного глинтвейна? Вот в том-то и дело, я на самом деле, когда вы начали рассказывать про Будапешт и глинтвейн на ярмарках, я ровно в то же самое время была в Вене, и наслаждалась там Blue Wine, вот. Я вот предположила просто, что ваш глинтвейн готовился, видимо, из очень молодого и очень выбирающей кислотностью. Но для того, чтобы наш глинтвейн не был кислым, для этого есть несколько добавок, очень важных, из которых глинтвейн не будет глинтвейном. Вот, то есть в составе глинтвейна есть еще много всяческих прекрасностей, и они тоже поют в этом хоре. Что касается специи, можете импровизировать. В мире есть не только корица и гвоздика, есть еще кардамон, мускатный орех, розовый перец, они только нужно брать целые специи, а не молотые, то есть палочки, стручки, звездочки. Кстати, от этого наш напиток будет еще и более нарядным. Ну и самое главное, хор должен быть встроенным. А также, чтобы сделать вкус нашего глинтвейна более глубоким, а также менее кислотным, мы добавим туда немного красного сладкого скрепленного вина, типа хор, и это сыграет роль ароматной такой квинтэссенции сего произведения. Если кто-то решил сделать себе глинтвейн, потому что он простужен, добавьте туда еще и мед, это тоже будет прекрасно. Рецепт, который я даю, он из расчета на 5 литров. Я рассчитываю на то, что вы приглашаете гостей. Сначала приготовим так называемый фироп глинтвейна. Возьмите для этого сухофрукты, 100 грамм изюма, 100 грамм разных сухофруктов, лучше всего сушеные перцы, 100 грамм сушеной клюквы, 100 грамм сушеных абрикосов, бутылка выбранного вина, молодое и легкое, как мы договорились, 4 стакана сахара, можно заменить часть сахара медом, четверть стакана какого-нибудь фруктового ликера, типа тренда касси, и полстакана красного сладкого крепленного вина, 3 палочки корицы, 3 штучки гвоздики, и это будет наш сироп, а теперь сам глинтвейн. Берем еще 4 бутылки того же вина, не нужно экономить, это очень вкусно, и всем должно хватить, 2-3 порезанных апельсина, 1 порезанный лимон, 2 фрукта, яблоко, груша, персик, в общем, на это желание. И само приготовление, честно говоря, рассказывать об этом дольше, чем готовить. Сначала готовим сироп. У нас, кстати, не так много времени уже остается, на самом деле. Хорошо, я уже закачиваю. Все составные варим на маленьком огне примерно 20 минут. Не кипятить. Именно в том случае, если вы это доведете до кипения, тогда это точно станет антивином. Самое главное в глинтвейне, это не доводить до кипения. Это ни в коем случае не должно кипеть и булькать, иначе мы распрощаемся не только с большей частью шпирта, но и со всей ароматикой, а эти вещи просто абсолютно составные для вина. То есть нагревание должно закончиться ровно тогда, когда над поверхностью глинтвейна начнет появляться беловатый дымок. Все, немедленно выключаете газ, можете дать немножко настояться. Ну, в общем, это самое главное. Ну и дальше греться, да, теплым глинтвейном. Аня, я прошу прощения, у нас совсем уже исчерпалось время на сегодня. Нам нужно запустить с вами, подарить нашим радиослушателям еще одну песенку. Давайте это сделаем. С большой радостью. Да, завершаем. И грейте с глинтвейном. И грейте с глинтвейном. Завершаем час вместе с Анной Лапит и группой Би-2. Ля-ля-та-па-ля. Как раз под такую песенку можно и глинтвейном хорошо полакомиться. Анна, спасибо вам большое. Вот, не болейте. И я жду вас еще в эфирах программы «Руки в брюки». Спасибо вам. Спасибо. С большой радостью. Счастливо. Энология на лучшем радио. Все, что вам было нужно и должно знать о вине. Редактор субтитров А.Семкин